Так, расскажите о новых номинациях таких, как «Артист не медиа». Для чего была создана номинация и кого будете награждать? Номинация «Не медиа» была создана для того, чтобы поощрять артистов, которые производят большой фурор в интернете и в соцсетях, потому что ни для кого не секрет, что интернет моментами перерастает уже традиционное средство массовой информации. И, собственно, почему эта премия существует? Для того, чтобы поощрять тех, у кого это получается. И таким образом это может стимулировать и других молодых артистов, которые могут понимать, что, собственно, если непосредством традиционных медиа, то можно получить юную и стать популярным посредством нетрадиционных медиа, посредством нью-медиа, новых медиа. Как у вас появилась идея создания первой украинской музыкальной премии «Юна»? И была ли она ваша или чья-то? Можете рассказать историю ее создания? Костя спрашивает. Костя, уважаемый, значит, когда я в 2000 году впервые попал на премию «Грэмми», у меня тогда еще появилась давняя мечта, чтобы создать ее. Но должны были быть какие-то предпосылки. И вот спустя годы, это случилось в начале 2011 года, меня посетила идея в преддверии того, что Украина отмечала 20-летие независимости, что создать музыкальную премию, стартом которой он будет, подведение итогов за 20 лет, то есть 1 июня, вручалась лучшим за 20 лет в музыкальной индустрии Украины. Вот так она появилась, ну а затем, со второго года уже церемония стала ежегодной. Наверное, я вам, собственно, рассказал историю создания. Список «Юный» довольно странный. Почему такой выбор, зачем бинять артистов мужчин и женщин в одной номинации? Ну, уважаемая интернетная, почему вы считаете список «Юный» довольно странный? Мне даже сложно вам ответить. Возможно, вы просто лично слушаете другую музыку, вы имеете на это полное право. Но, учитывая, что голосуют программные музыкальные редакторы телеканалов, радиостанции, журналисты, пишущие о музыке, концертные организаторы, операторы билетные, то есть это все те люди, которые и несут музыку в массы. Каждый из них по-своему очень хорошо разбирается в музыке, и когда все эти голоса объединяются, то получается картина рынка, общая картина рынка, максимально объективная. Возможно, мне лично в какой-то номинации кто-то нелогичен, возможно, кому-то тоже. Но когда суммарно собирается, это получается зеркало украинской индустрии на данный момент. А то, что вы, возможно, слушаете другую музыку, еще раз скажу, вы имеете на это полное право, но это не значит, что список странный. Если вы считаете, что попадание туда таких артистов, как Океанельзе, Хардкиз, Бумбокс, Потап и Настя, Время истекло, Джамала, Иван Дорн является странным, то я не знаю, что это странно. Кто тогда должен попадать? Вы следите за тенденциями в мировом шоу-бизнесе? Безусловно, конечно. Все 20 лет своей карьеры я обязательным образом слежу за тенденциями в мировом шоу-бизнесе и пытаемся как-то их переносить на наш рынок. Какое количество номеров запланировано в этом году на ЮНО, что будет интересного? Ну, формат у нас примерно всегда одинаковый, это логично, равно как и награда БРИД, ЭКО и ГРЭМИ. То есть вручение и выступление, полный хронометра шоу, который будет транслироваться на телеканале 90 минут, ну, в зале, понятно, будет немножко дольше, поэтому где-то около 12-13 номеров планируется, все очень интересные, разноплановая музыка, живой звук. Я уверен, что будет чем погордиться украинской музыкой, если вы придете посмотреть. Будут ли еще кардинальные изменения премии в этом году как номинации соло-артист? Смотрите, все изменения мы делаем задолго, мы их делаем весной. То есть для того, чтобы эти изменения могли уже изначально быть учтены потенциальными номинантами. Поэтому изменения как раз в конце весны и лета мы оглашали посредством портала .NET в том числе. С тех пор никаких изменений нет и не будет. Если будут новые изменения уже на следующий год, об этом тоже будет собран экспертный совет, и, возможно, какие-то изменения будут добавлены, но это уже будет весной-лето. На данный момент больше изменений нет. Почему объединили номинацию в единый? Соло-артист, чем руководствовался совет, о котором вы говорили более? Ну, вы знаете, чем руководствовался совет? Мы просто посмотрели, наверное, тоже здесь ушли где-то аналог разных премий. Мы долго спорили, общались, но решили, что самое главное в музыке – это все-таки не гендерность, а жанровость. И поэтому вот группу мы разделили на рок и поп-группу, потому что это разные музыкальные жанры. И сложно порой сказать, вот кто лучше был, там, не знаю, «Время и стекло» или «Хардкис», когда они играют совершенно другую музыку. В то же время, соло-выгунавыц, все артисты играют музыку, в том случае это девушка, в том случае это парень, но по сути они несут качественную популярную музыку. И посмотрев на рынок, учитывая, что все эти артисты работают, ну, примерно что ли в одном жанре, мы пришли к решению, что логичнее это объединить. И таким образом сделать эту номинацию более конкурентно способной. Ну, согласитесь, порядком интереснее узнать, кто лучше, по мнению жюри в этом году, Джамала или Дорн, Монатик или Каррель. Я считаю, что это будет очень интересная резонансная номинация, давайте посмотрим. Юна – единственная премия, которая действительно независимо учреждает, что многие менеджеры артистами до сих пор не знают, что такое регламент и такие особенности. Вопрос, почему так происходит, по вашему мнению? Вы знаете, Олег, я сам задаюсь вопросом, мы, если вы, ну, вы наверняка читали, регламент состоит всего лишь из двух страниц. Он доступен на официальном сайте Юна и уже на многих-многих других сайтах, которые его перепостили. Наверное, мне кажется, это связано с тем, что у нас народ вообще не привык, что что-то в этой стране может быть честным. Честно говоря. Потому что прочитать две страницы какому-то продюсеру или когда люди из музыкальной индустрии звонят и задают вопрос за месяц до Юны, скажите, а мы можем быть номинированными, то, ну, знаете, мне кажется, это абсолютно просто непрофессионально даже. То есть есть, любая премия имеет свой регламент, то есть имеет свои, если слово регламент вас пугает, имеет свои правила, имеет свои некие законы. Без этого не будет существовать, это не будет неким механизмом. Поэтому он у нас есть, он был сделан, он очень логично сделан. Его создание, несмотря на то, что это две страницы, участвовало большое количество профессионалов, как наших, так и зарубежных. Поэтому все просто, на самом деле проще простого быть не может. Есть календарный год, есть время на голосование, на подсчеты голосов, есть список номинаций, есть небольшие ограничения, что если артист выпустил менее двух песен, он даже не может быть номинирован. И это определенно логично, потому что артист, ну, если Юна должна, как и любая правильная премия, должна стимулировать развитие продукта, песен, клипов, альбомов. Поэтому если артист выпустил одну песню только, но не может он даже быть номинирован, это значит, что за него будут голосовать только потому, что он в общем популярен. За прошлые успехи нельзя стать лучшим за год. Пол Маккартни, если ничего не выпускает, он не может быть даже номинирован, и он по этому поводу не обижается. Это я про Грейм. Но это вы решили не писать. Какая особенность награждения шоу, что будет в этом году? Ну, формат, я уже говорил, формат подобен. Другие номера, другие победители, очевидно, интрига, шоу. Почему вы так резко поменяли номинации? Ну, я не сказал бы, Александр, что мы резко поменяли номинации. Мы совместили две в одну, и мы одну, скажем, разделили на две. Это самая глобальная номинация. То, что нету сейчас номинации композитора-автор слов, было принято решение, что композитор-автор слов получает Юну в рамках песни года. Потому что если песня лучшая, за которую все проголосовали, то, соответственно, не только исполнитель, но и композитор-автор слов получает награду, потому что они достойны, они выпустили самую лучшую песню года. Поменялся ли составы жюри в этом году? Ну, скажем так, наверное, на процентах 20. Какая особенность церемонии в этом году? Кто номинатор будет выступать? Выступать будут, ну, вы это можете, конечно, на сайте посмотреть, но я вам с удовольствием скажу, выступать будут Бомбокс, Джамала, Аторвальд, Хардкис, Алеша, Иван Дорн. Еще несколько сюрпризов. Ну, очень хороший, достойный список качественной украинской музыки. Да, обязательно приходите 25 февраля, сами увидите. Безусловно, потом можете посмотреть и телетрансляцию, но все-таки увидеть такое большое шоу живьем – это особенное что-то. Спасибо, что вы делаете для индустрии страны, ведь сейчас все в ожидании церемонии. Расскажите об изменениях и правилах премии. Будет ли это полезным? Ну, Игорь, уважаемый, я уже говорил об изменениях, просто чтобы не повторяться. Несколько номинаций изменилось-поменялось, вы можете просто зайти на сайт Юна и посмотреть. Ну, или, собственно, в предыдущих вопросах я уже рассказал про основные изменения. Система голосования не поменялась. Система голосования не поменялась.